Доброе утро! Ваша зима наступает так резко, что многие автомобилисты не успевают к ней подготовиться. Все-таки, когда нужно обывать своего железного коня? Ну, вообще, когда уже минус 5 градусов на улице, тогда уже пора менять колеса. Несмотря на то, что там нет снега, несмотря на то, что идут дожди, но минус 5, то уже пора, значит, менять колеса. При минус 5? При минус 5, да. Все, дальше уже? Дальше уже, да. Ну, там за неделю, за две с колесами ничего не случится. То есть вы уже будете готовы. А вот как определить, что мои зимние колеса, ну, в смысле, автомобилисту, да, что его зимние колеса уже нужно заменить? Что они там износились или они теперь непригодны для езды в зимний период? Вообще, у колеса есть срок годности. Как и в продуктах, есть срок годности. У них, получается, прям на фабрике вбивают числа. То есть такого-то числа, такого-то года, месяца сделаны эти колеса. Вот после этих чисел 5 лет уже идет срок. То есть, ну, это не значит, что вы купили колеса там, например, сделаны 22-го, купили 25-го, и они уже как бы, ну, как, 22-го сделаны, и 23-го вот купили, и что уже там срок истекает. Ну, да, но и как бы нет, как сказать правильно. Ну, то есть во время эксплуатации вы смотрите на срок? Да. Вообще, если вы даже купили срок в срок, если даже прошел срок, то нужно смотреть все равно на толщину рисунка. Вот поэтому рисунки зимние колеса, там, по-моему, 8-8,5 миллиметра рисунок должен износиться, если, ну, как, если определить хотите, 5 миллиметров, по-моему, должно остаться. Вот, значит, износились колеса. А вот рисунок там определяем, да, толщину, там, миллиметров, а как-то плотность самой резины, она изменяется в процессе хранения? Ну, вот мы же, вот я, например, недавно видела рекламу, ну, не рекламу, ролик в интернете, где какие-то кроссовки хранились очень долгое количество времени, и вот прямо берут и с них вот эту вот резинку стирают, они просто крошатся под руками. Ну, когда, да, срок годный всегда проходит, конечно, да, получается, что резина просто лопается, она сохнет, понимаете, она должна работать, она должна ездить, а если она очень долго стоит, то она, конечно, уже с срока выходит. Какие манипуляции нужно сделать с автомобилем для того, чтобы подготовить его к нашим якутским холодам? Ну, там очень много манипуляций, смотря еще, какого выпуска года машина, если она свежая, конечно, там уже получается, ну, самое такое, АКБ, то есть аккумулятор посмотреть обязательно, все эти, открыть, пооткрывать, вытекла, не вытекла жидкость от аккумулятора, прочистить ее обязательно, потому что зимой, ну, вот так вот холодно, да, прихватит, и получается, что не заводится машина, вот. Потом дворники обязательно зимние менять. Зимние дворники отличаются тем, что у них идет как защитное, как материал или резина, я не знаю, как правильно, она закрывает дворники, и когда снег попадает, то есть найдет снег, он не попадает прямо внутрь самого дворника. То есть они не промерзают, да? Ну, да, получается, что не промерзают, вот, ну, это вот какая-то защита. Хотя в наших холодах, конечно, вообще, я читала когда-то, что резина в Якутии, вот, именно для дворника, да, она должна быть мягкой, она не должна быть жесткой. Вот самое такое отличие вот для Якутии. В остальных городах, в принципе, можно, ну, любыми, как бы, пользоваться. Вот, что еще? Обязательно закрываем двигатель одеялом, автодеялом, да, по размерам выбирают автодеяло. Так что обязательно смотрят бензобак, чтобы там не собралось воды за все время, которое лето у нас. Ну, разные ситуации могут быть, и бензин не очень хороший, да, и, ну, всякие ситуации, вот. Потом, что обязательно масла, вот, масло нужно поменять тоже, потому что за лето она уже ездит, и надо на зиму вот поменять масло. То есть она, как капризная женщина, ее надо поменять, оботь, одеть, и вот поменять, и, в общем, внутри все, что у нее там. Чтобы резина вот сохранилась, дворника, да, обычно люди как приезжают, выключают машину и быстро бегут домой. Старайтесь так не делать, если машина стоит, тем более, на улице. Выключайте машину, но перед тем, как остановиться, пожалуйста, уменьшите, как его, печку, которая дует на стекло, лобового стекла, да, или убрать, или уменьшить, чтобы стекло немножко остыло. Потом чуть-чуть окошко открываете, чуть-чуть постоите, там минуты две-три постоите, чтобы машина как бы забрала немножко температуру с улицей, сравнилась. И тогда только уже можно уже закрывать окна и выходить. И у вас утром просто вот дворники вам скажут спасибо. То есть конденсат они возникли, да, скорее всего? Конденсат, да, они будут, да, и резинка не будет так часто ломаться, лопаться, и прилипать, как у нас бывает. А в каких условиях нужно содержать машину, чтобы она зимой у нас в любой момент могла поехать? Ну, вообще, конечно, самый, чтобы был дом у гаража, чтобы был гараж у машины, да. Но если нету, то, конечно, у нас пользуются Наташами, да. Кстати, у нас вот из Томска тоже очень хорошо шьют материал Оксфорд. Он не так стеклируется, как Наташа. Что еще? Ну, ставят подогреватель. Люди ухудряются, ухудряются как-то вот сохранить свою машину в тепле. Ну, это очень, конечно, мне кажется, для машины не очень хорошо. Потому что зимой стоять и потом, ну... Резко, да. Резко, да, как бы и заводить. И все равно это очень много-много-много прям нужно работать ей. То есть... Ну, вот. Вот так вот. Ну, скорее всего, в наших особенностях, да, климатических, при такой минусовой температуре, наверное, нужно сделать, как это делает большинство автолюбителей. Они просто оставляют свою машину на зиму. На зиму, да. На зиму, простой, да. Да, да, да. То есть лучше ее не напрягать. Я об этом тоже, кстати, думала. И, знаете, думала, ну, зимой, ну, и зачем мне машина в холоде, вот, идти пешком, да? Летом едешь такой, ну, зачем мне летом машина там, летом... Тепло, город маленький, да? Да, город маленький. Но все равно, как бы, машина очень... Ну, у меня прям это моя подружка. Потому что она мне и за продуктами, я... То есть мужа даже не трогаю насчет этого. И детей отвожу, и привожу, какие-то там кружки. И везде стараюсь успевать. Ну, вот машина у меня всегда под рукой. Поэтому я стараюсь следить, вот, чтобы у нее все, все, все работало. И, конечно, вот, желательно гараж, конечно. Ну, не всем, не всем это... Ну, у всех это бывает. Ну, у всех это могут себе позволить. Хорошо, но для тех, кто все-таки не может позволить себе гараж, у кого большая нагрузка, вот, в плане увезти, привезти, там, с детьми съездить куда-то на выезд, что должно быть в запасе у хорошего автомобилиста, чтобы его железный конь ходил зимой, безотказно? Ну, вообще замерзают ключи. Обязательно должна быть размораживатель ключей. Обязательно должен быть под руками. Лопатка, щеточка должна быть обязательно под рукой, да, чтобы быстренько встряхнуть, если на улице тепло, снег. Что еще должно быть? Ну, если далеко идти, то трос обязательно должен быть. Лопата должна быть, чтобы, не дай бог, вот замерзать клемм. Это провод АКБ, чтобы можно было зарядить где-то, аккумулятор вдруг, ну, усел, да, вот так вот. Каскоряна, подскажите, вот как подобрать правильную незамерзайку для того, чтобы наши дворники и стекла всегда были чистыми? Незамерзайку. Вообще, я знаю точно, что есть концентраты. Вот, и как-то люди боятся его, но на самом деле концентраты там, получается, минус 80, если вы купили, например, да, вы его корректируете под себя. То есть, если вы хотите минус там 40, и даже можете залить его полностью, но это нежелательно полностью минус 80 заливать, потому что все равно это химия. Вот, и обязательно запах. Мы очень долго искали, чтобы в нашем мирном было, ну, без запаха была замерзайка, потому что запах был ужасный. Первый раз привезли партию, мы отказались, вообще не возили долго. Даже сама залила себе, вот у меня астмы нету, но когда я ее включила, у меня прям сразу в легкие попали, ну, попал этот запах, и я так подумала, ну, ничего себе, как вот так вот, да. Но это уже давно было, правда. Сейчас мы нашли другую фирму, мы с ними работаем, это российская фирма, вот, и там, вот, кстати, запаха, да, практически нету, практически нету. И можно его разбавлять до минус 15, до минус 20, вот так. То есть все-таки концентрат, он предпочтительный, потому что… Ну, я считаю, да, потому что человек может под себя, как бы, и, как бы, запах все равно, когда концентрат, ну, или большой, 5-литровый покупаешь, и запах потом выкидываешь, да, а концентрат его можно, в принципе, как бы, я думаю, что разбавить, и, ну, запах все равно как-то немножко… Нейтрализуется. Нейтрализуется, да. Не то, что вот 5-литровый мы вот привозили их раньше. Вернемся обратно к автогаражу, к так называемой Наташе. Какие все-таки автогаражи нужно покупать, которые вот будут держать тепло, которые не принесут больше хлопот автовладельцам? Угу. Ну, у нас вот в других городах, которые за пределами Якутии, да, там вообще, как бы, не пользуются, они автохранителями пользуются, то есть поставили машину на зиму и все, и закрыли. А у нас в Якутии, да, вот Наташа вот пошла первая, да, Наташа, Наташа, и все всегда спрашивали Наташи, когда мы привезли с Томска, в Томске стали шить автогаражи с Оксфорда, материал Оксфорд, то есть это материал, который дышит, и у него меньше кристаллов образуется, чем у Наташи. Вот, ну, выбирать, конечно, качественный. Наташа все равно, я не знаю, где его шьют, а где его шьют? Ну, если в Китае, наверное. Вот, мы стараемся вот возить, как бы, российское. Ну, то есть, чтобы материал все-таки дышал? Ну, да, да, потому что, во-первых, Наташа, я знаю, что многие говорили, очень тяжелое становится при запуске машины, то есть там же конденсация, вот это вот, и потом они, я знаю, знакомые даже и сказали, а уже гараж там, чтобы у меня Наташа высохла, даже такое вот было. А Оксфордский, он, как бы, показал в работе себя очень даже неплохо. Что теперь с автоподогревом все-таки? Хотя он не безопасный бывает, но как сделать так, чтобы выбрать себе безопасный автоподогрев? Ну, автоподогрев вообще, во-первых, я скажу, что нужно устанавливать у профессионалов, потому что любой автоподогрев, он, как бы, рабочий, и им пользуются люди, там, китайские, не китайские, им пользуются. Просто нужно правильно его установить, не самим, и не так подключать через вилку. Я видела даже домой как-то, ну, как, ну, дома, конечно, подключать. Протягивать длинный шнур. Да, да. Чтобы все было сделано правильно. Вот тогда опасности не будет. Но она, на самом деле, очень хорошая помощница. И когда устанавливают люди сами, бывает такое, что они же на крыльчатках эти вот, как сказать, подогревы, эти крыльчатки, они могут, если кристалль туда попадет, он сразу умирает. Да, он сразу умирает. И поэтому желательно, чтобы все-таки профессионалы ставили... Спасибо вам большое. Я думаю, что наши зрители все-таки уловили несколько секретов, как подготовить своего железного коня к юкутским морозам. Во-первых, при минус пяти уже начинать готовить его, переобувать в зимнюю шину, чтобы его дворники имели мягкие резиночки для того, чтобы не чувствовался перепад температуры. Посмотреть обязательно бензобак, на наличие в нем влаги. И правильно подобрать незамерзайку, правильно подобрать автогараж и правильно подобрать автоподогрев. И обязательно доверить его подключение эксперту. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что позвали меня. Обязательно ездите на машинах. Это очень здорово. Не бойтесь вождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова